В прошлом видео мы говорили о внимательности к внешнему, в этом поговорим о внимательности к внутреннему. Даже те люди, которые не ведут никакой духовной жизни и не занимаются самопознанием, тем не менее проявляют внимательность к себе и прислушиваются к своим внутренним ощущениям. Правда, их внимание направлено в первую очередь на телесные ощущения и душевные переживания. Например, хочется съесть что-нибудь вкусное, но не можешь придумать что. И начинаешь прислушиваться к своему телу, перебирать варианты. Может пойти мороженого купить или чипсов. Это внимание к нашему внутреннему на телесном уровне. Иногда нам скучно и хочется чем-нибудь себя порадовать, чтобы ощутить эмоциональную встряску. Тогда мы тоже прислушиваемся к себе и думаем, что же можно сделать. Может сходить в кино, а может купить какую-нибудь новую вещь. Это внимание на душевном, эмоциональном уровне. То есть, любой человек в принципе способен на рефлексию. Разница лишь в том, на что он своё внимание направляет. На более высоком уровне внутреннего развития люди прислушиваются к себе уже не для того, чтобы себя ублажить, а стараются изменить себя в соответствии со своим представлением о правильной жизни. Занимаются самопознанием и саморазвитием. Кто-то начинает практиковать здоровое питание и прислушивается к себе на телесном уровне. Кто-то занимается развитием осознанности и следит за тем, что происходит у него в душе. Здесь человек уже пытается управлять собой. Высшей частью своей души он подчиняет себе низшей части. Помните метафору человека как всадника и лошади. Если люди первого типа занимаются только тем, что ублажают свою лошадь, то люди второго типа уже пытаются быть всадником и управлять своей лошадью. Они ставят себе цели и пытаются их достигать. Правда, в большинстве случаев эти цели связаны с внешним миром, с материальным благополучием, с личной эффективностью, с успешностью и тому подобное. Эти цели не укоренены в бытии, в абсолюте, а потому не всегда работают и их достижения не всегда приносят человеку удовлетворение. Понятно, что мы ставим себе цели в соответствии с тем, какое у нас мировоззрение. Наша картина мира задает нам ценности и приоритеты. И поэтому, если у нас неправильное мировоззрение, то мы и будем ставить себе неправильные цели. А каким должно быть правильное мировоззрение? Как минимум, правильное мировоззрение должно включать в себя духовную сферу. И тогда все наши жизненные смыслы и цели выстраиваются в определенную иерархию. Наверху стоит подлинная цель жизни, духовная, а все остальные, связанные с душой и телом, становятся средством для реализации высшей цели. Именно цель, связанная с духом, является нашей внутренней необходимостью и смыслом нашей жизни. Все остальные цели являются более или менее случайными. Правильную цель может задать только дух, потому, что дух пребывает в истине и благе. А значит, нам нужно быть внимательным к проявлениям нашего духа и следовать туда, куда он нас ведет. Как обнаружить в себе действия духа? К действиям духа в нас можно отнести, во-первых, интуицию, и во-вторых, голос совести. Есть еще более высокие ступени, но о них мы будем говорить позже. Под интуицией в философии обычно понимается способность мысли постигать свой предмет сразу и целиком. И в своем чистом виде интуиция – это способность ума, так как только ум содержит все предметы своего мышления сразу, целиком и одновременно. Напомню, что термины ум и дух обозначают одно и то же – неизменную субстанцию и смысл нашей личности. Только в слове дух подчеркивается то, что он нематериален и является источником жизненной активности, а в слове ум подчеркивается его интеллектуально-созерцательный аспект – аспект мышления. Поэтому, когда речь идет о практике духовной жизни, то привычнее использовать слово «дух», а когда речь идет о познании, привычнее использовать слово «ум». Так вот, исходное, абсолютно полное, непосредственно данное, интуитивное знание, которым обладает ум, не может быть нам доступно в полном объеме, пока мы находимся во времени и ограничены пространством. Поэтому в нас, в душе и теле, эта исходная полная интуиция образует различные усеченные типы интуиции. Скажем, один тип интуиции позволяет нам воспринимать вещи как цельные предметы, хотя в опыте вещи никогда не даны нам целиком и полностью. Другой тип интуиции охватывает наше ближайшее будущее, и благодаря ей мы можем совершенно не задумываться о том, что нам нужно делать в следующий момент времени. Мы интуитивно знаем и делаем то, что считаем нужным. Третий тип интуиции может относиться к нашему практическому опыту. Например, мы можем по выражению лица человека за одну секунду определить его характер или настроение. Или, скажем, врач, который вылечил сотни пациентов, уже с первого взгляда может определить, чем человек болен. И так далее. То есть, интуиция в том или ином виде, в той или иной модификации постоянно присутствует в нашей умственной деятельности. Это основа нашего познания и нашей практики. Но сейчас для нас интересна ситуация, когда нам нужно знать, как поступить правильно, какое решение ведёт к благу. Например, стоит ли мне иметь дело с этим человеком, если я его совершенно не знаю, нужно ли мне ехать в этот город, устраиваться ли на эту работу и тому подобное. В таких ситуациях у нас нет или соответствующего опыта, или необходимой информации, чтобы хотя бы гипотетически достроить ситуацию до понимания целого. И мы вынуждены действовать в условиях практически полной слепоты. И в таких случаях мы можем полагаться только на свою интуицию, если, конечно, она у нас хоть немного развита. Интуицию в себе, в принципе, можно развить, если практиковать внимательность к своим внутренним ощущениям. Но здесь есть свои подводные камни. Интуиция может быть либо ближе к уму, к духу, либо дальше от него, то есть она может быть либо духовной, либо душевной, психической. Понятно, что нас, как философов, должен интересовать только первый вариант, а значит, нам нужно уметь отличать духовную интуицию от душевной. Приведу пример из своей жизни. Еще до поступления в институт я обнаружил у себя интересную способность. Я как бы ощущал себя находящимся в потоке событий и каким-то образом мог в нем ориентироваться. Я чувствовал, что могу оказываться в нужное время в нужном месте и таким образом действовать наилучшим для себя способом. У меня было ощущение полной уверенности, что все в моей жизни происходит именно так, как надо. Я готовился в то время поступать на философский факультет и совершенно не волновался по этому поводу, так как был уверен, что в любом случае исход будет правильным. Я ощущал себя в потоке, и от меня требовалось только чувствовать этот поток и не выходить из него. Позже, уже учась на первом курсе, я пользовался этим своим чутьем, чтобы практически без подготовки сдавать экзамен. Я интуитивно выбирал момент, когда именно нужно войти в аудиторию, какой именно билет взять и к кому из присутствующих и в какой момент обратиться за помощью. Конечно, кое-что мне приходилось готовить и учить, но у меня получалось брать именно тот билет, по которому я что-то знал или по которому у меня была шпаргалка. Такая интуиция имеет душевный, психический характер и обычно способствует определенному мировоззрению. Мировоззрению, в котором отсутствует или игнорируется сфера духа. Я в то время зачитывался Юнгом, и у меня на основе его учения сформировалась соответствующая картина мира. Мир, как своего рода психическое всеединство, пронизанное иррациональными силами, которые можно использовать в своих интересах. Это очень близко к идеям New Age. В учениях New Age исследователи тоже выделяют следующие элементы. Холизм, то есть представление о мире как единым целом. Трансперсональное единство всего. Ожидание глобальных перемен человеческого бытия, то есть переход человечества в новое качество. Представление о высшем начале как безличном универсуме. Под высшим началом понимается Вселенная. Идея Верховного Бога здесь отсутствует. Божественная природа человека и его неограниченные способности, трансформирующие мир. Культивирование специфической духовности. Сейчас идеи New Age проникли практически во все сферы. В психологию, в бизнес. Это мировоззрение стало своеобразной народной религией, духовностью для масс. Поэтому я и обращаю на нее внимание. Так вот, люди, которые увлекаются этими пантеистическими идеями, обостряют у себя внутреннее чутье и интуицию. Они становятся очень внимательны к тому, что происходит внутри и вокруг них. Поэтому учителя New Age и пишут о чудесных совпадениях в их жизни, о материализации мыслей, об исполнении мельчайших желаний, вроде желания, чтобы на стоянке возле супермаркета появилось свободное место для твоего автомобиля. О визуализации денег, машин, домов и прочем. И у нас возникает вопрос, а ведут ли эти способности к благу? На первый взгляд кажется, что ведут, ведь человек с их помощью достигает того, чего он хочет. Но того ли он хочет? И является ли благом получать все то, что ты хочешь? Мало того, сам факт, что человеку для овладения такими способностями не требуется никаких нравственных изменений, никаких усилий по изменению своего характера, своего поведения или своего образа жизни, указывает на то, что эти способности происходят вовсе не свыше. Потому что то, что происходит свыше, требует очищения души человека. В них используются силы низших сфер. И тот факт, что современные гуру относят интуицию к сфере подсознания, это огромный предупреждающий знак. В подсознании живут низшие силы, и не нужно им доверять свою жизнь и судьбу. Кто-то может сказать, что способность – это всего лишь инструмент, его можно использовать как во благо, так и на зло. Действительно, это так. Но мы, как философы, знаем, что если что-то можно использовать как для блага, так и для зла, то значит, эта вещь принадлежит к сфере становления, где добро и зло находятся в смешанном состоянии. А то, что принадлежит к сфере становления, не относится к сфере духа, а значит, для человека, устремленного к подлинному бытию, это не имеет ценности. Дух – совершенно благ, и подлинные духовные способности ведут только к благу. Это значит, что они, во-первых, в принципе не могут использоваться для злых целей, и во-вторых, в принципе не могут иметь дурных последствий. Поэтому нужно отказываться от необычных душевных способностей в пользу духовных. Нужно формировать у себя правильное мировоззрение и таким образом возвыситься над сферой психических феноменов и перейти в сферу феноменов духовных. И тогда мы будем не просто ощущать единство со всеми существами во Вселенной, к чему нас призывают псевдодуховные учителя, а будем созерцать единый смысл всех происходящих событий, а на более высоких уровнях будем созерцать присутствие в нашей жизни Бога. От ощущений, чувств и эмоций, как низших способностей, мы перейдем к созерцанию, как более высокой способности. Что касается моего случая, то после того, как я на третьем курсе принял христианство, я совершенно утратил эту свою душевную интуицию. А этот факт тоже подтверждает, что у нее был недуховный, неистинный характер, потому что восточно-христианская мистика как раз и учит не увлекаться душевными и чувственными явлениями и переживаниями. Перейдем к другим типам интуиции, которые стоят гораздо ближе к духовным явлениям и которым поэтому гораздо больше можно доверять. Первый пример – это внутреннее сопротивление к какому-либо делу. Бывает, что делаешь какое-то дело, которое вроде бы и хорошее само по себе, и интересное, и даже обещает какую-то прибыль, но ощущаешь какую-то неприязнь, невозможность им заниматься. Это должно быть для нас сигналом о том, что с этим делом что-то не так. Конечно, может быть, нам просто не хочется этим заниматься, может быть, нам лень или у нас прокрастинация. Бывают случаи, когда себя нужно просто заставлять, так как наша лошадь просто не хочет идти туда, куда надо. Но бывает и так, что сопротивление исходит вовсе не от лошади, а от нашего ума, от всадника. Это не сопротивление тела или души, а, так сказать, смысловое сопротивление, которое говорит, что с самой сутью этого дела, которым мы пытаемся заниматься, что-то не так. Например, я во время учебы в институте терпеть не мог все, что было связано с постмодернистской философией. Причем тогда я еще совершенно не понимал, в чем суть постмодерна, но при чтении авторов постмодернистов я испытывал буквально физиологическое отвращение. В прежние времена такое явление называли «не тот дух» или «чуждый дух». То есть, если ваш дух стремится к благу, а вы сталкиваетесь с каким-то другим духом, то у вас появляется желание уклониться от него, не иметь с ним дела. Отторжение, как от чего-то противоестественного и заразного. Ведь что такое дух? Дух – это, по сути, смысл. Но в данном случае смысл этот постигается не просто разумом или рассудком, отвлеченно, а как целостное явление, как бы входящее в соприкосновение со всей нашей личностью. На уровне рассудка мы еще не усвоили это явление, но на уровне духа интуитивно уже почуяли этот смысл как некий дух – запах. Исследователи отмечают, что греческое слово «нус», которым и обозначается ум, этимологически связан с глаголом «пнео» – «дышать», а русское слово «нюх» восходит к греческому «носу». Поэтому и возникает такая символическая связь ума, как постижение нематериальной стороны вещей, и нюха, и чутья. Как говорил Гераклит, если бы все вещи стали дымом, их распознавали бы носом. То есть, смыслы вещей и являются таким дымом, который чует наш ум. Так что даже если вы не изучили всех особенностей того или иного философского учения, вы можете постичь его суть интуитивно, потому что его знает ваш дух. И это постижение переживается как некое чутье. Вы ощущаете дух этого учения, хотя и не знаете его букву. Вы интуитивно можете ощущать, что в каком-то учении есть дух истины, а в каком-то дух лжи. И очень важно не подавлять в себе этих ощущений, если они есть. Нужно прислушиваться к ним и принимать их во внимание. Другой пример интуиции как сопротивление. Бывает, что человеку врачи объявили о неблагоприятном диагнозе. Говорят, что единственный выход – это операция. Но у этого человека возникает настойчивая мысль, что здесь что-то не то, и от операции нужно отказаться. И через какое-то время выясняется, что диагноз был ошибочным. Бывают и более простые случаи. Например, ваш партнёр вам чётко излагает суть дела, по полочкам раскладывает, что к чему, и вы не можете ему ничего возразить, потому что всё выглядит логично и разумно, ни к чему не придраться, осталось только вложить деньги. Но у вас есть смутное чувство, что здесь что-то не так. И если такое чувство есть, то его нельзя заглушать, потому что в нём проявляется действие нашего духа, который обладает знанием ситуации в целом. В то время как наш рассудок видит только то, что ему показывают, и не замечает ничего подозрительного. В связи с этим есть народная мудрость. Если вам кажется, что вами манипулируют, значит так оно и есть. Следующий тип интуиции позволяет как бы прикоснуться к знанию нашего духа и получить ответ на наш внутренний запрос. Такой тип интуиции, во-первых, требует навыка созерцать свою жизнь как бы общим планом, а во-вторых, требует умения сосредоточиваться на своём уме. Поэтому для начала нужно учиться видеть свою жизнь как бы со стороны. Интуиция связана со смыслом, а значит нужно пытаться рассмотреть в своей жизни определённый смысл, увидеть логику её развития. А для этого нужно жить не просто погрузившись с головой в поток своих забот и проблем, не видя ничего дальше вытянутой руки. Нужно хотя бы иногда высовывать голову из этого потока и смотреть на общую картину. А для этого почаще размышляйте о своей жизни, задавайте себе вопросы. Почему со мной произошло именно это? Был ли в этом какой-то смысл? Что этому предшествовало в прошлом? Какой я из этого извлёк опыт? Извлечение опыта очень важно. Большинство людей не извлекают опыта и поэтому попадают в одни и те же ситуации. Они не размышляют над тем, как они пришли к тому, что у них есть в жизни на данный момент. С ними постоянно что-то случается, но они совершенно не задумываются, почему и для чего. Когда вы начнёте смотреть на свою жизнь не просто как на поток случайных событий, в который вы погружены и с которым боретесь, или в котором пытаетесь как-то лавировать, а будете видеть контекст, то у вас появится и интуиция того, как направлять свою жизнь. Вы будете чувствовать, когда пришла, скажем, пора перемен, и нужно уйти с работы, или заняться новым делом, или переехать в новое место, и тому подобное. Чтобы развить у себя интуитивное видение, наблюдайте за тем, что происходит внутри вас, потому что интуиция – это действие духа, а действие духа нужно уметь слышать. Когда вам нужно принять какое-то решение, посмотрите внутрь себя, прислушайтесь. Иногда вы обнаружите, что внутри вы уже приняли решение, хотя на рассудочном уровне ещё колеблетесь. А иногда наоборот, требуется время, чтобы отделить свои внешние переживания от того внутреннего ядра, которое за ними скрывается. Поэтому старайтесь не принимать решение быстро и под действием эмоций. Хотя также нужно иметь в виду, что интуиция не обязательно действует, как некий ответ на ваш внутренний запрос. Если у вас в жизни правильные ориентиры, то интуиция может вообще себя никак не проявлять. Вы просто делаете что-то, а потом оказывается, что вы сделали всё правильно. То есть, интуиция может присутствовать на заднем плане, просто как неявное знание. Как у героини из фильма «Иррациональный человек», которая интуитивно выбрала фонарик. Думаю, что у человека, который живёт по принципам блага, так и происходит. Он просто делает что-то, и его действия являются наилучшими, потому что воля его души совпадает с волей его духа. А воля духа по определению совпадает с волей Бога. Когда между нашим духом и душой нет разлада, тогда и не появляется никаких внутренних откровений, или предчувствий, или сопротивления. Мы просто делаем своё дело, и делаем его наилучшим образом. Это пока мы ещё несовершенны, нам требуется прислушиваться к себе и выяснять, правильно ли мы поступаем. И, наконец, чтобы развивать свою интуицию, слушайте свою совесть. Думаю, это самое важное. Интуиция и совесть очень близко связаны между собой, и их голос слышен из одной точки. В некотором смысле это одна и та же способность. И если вы научитесь прислушиваться к своей совести, научитесь сосредоточиваться на её голосе, то вы аналогичным образом сможете и слушать интуицию. И совесть, и интуиция – это действия духа и не могут противоречить друг другу. Когда будете прислушиваться к совести, попробуйте локализовать её в вашем теле, определить, где она находится. Примерно в том же месте находится и ум. Многие привыкли связывать ум с рассудочным мышлением и с головой, но на самом деле ум не в голове. Вообще, понаблюдайте за различными мыслями и движениями в вашей душе, и вы обнаружите, что разные мысли и разные побуждения находятся в разных местах или приходят из разных мест. Рассудок действительно находится в голове, и в этом можно убедиться, если попробовать решить какую-нибудь математическую задачу. Ваши мысли будут двигаться где-то в голове на уровне глаз или ушей. А для того, чтобы определить, где находится ум, нужно задуматься о себе. Задайте себе вопрос, кто я, что я за человек, и проследите за тем, куда направляется ваше внимание. Там и находится место вашего ума. В это место и нужно направлять своё внимание, когда вам нужно сконцентрироваться на решении какой-то жизненной проблемы. Лучше, если вы найдёте это место самостоятельно, потому что если я сразу скажу вам, где оно находится, то вы будете силой воображения помещать туда какие-то свои мысли, вместо того, чтобы слушаться в то, что оттуда идёт. Но в духовных делах воображением нужно пользоваться как можно меньше. Так что попробуйте сначала сами, а в очередном видео я скажу, где это место находится. Так вот, интуиция может действовать вкупе с совестью, и для решения какого-то вопроса вам может оказаться достаточным прислушаться к своей совести, и это будет действовать так же, как интуиция. У меня недавно был такой случай. Несколько лет назад я сотрудничал с одной знакомой, которая работает в агентстве недвижимости. Я сделал сайт, а она со своими коллегами размещали на нём свои объекты. Потом я потерял к этому интерес, мы прекратили этим заниматься, и мой сайт несколько лет висел без дела. И вот недавно эта моя знакомая пишет мне, что хочет снова заняться размещением информации на сайте. Я ей говорю, знаешь, я уже этим не занимаюсь, и собирался сайт продать. Если хочешь, продам его вам. Она мне говорит, хорошо, за какую цену? Я говорю, я подумаю и напишу. И вот я начал думать. С одной стороны, сайт – это инструмент, на нём можно делать деньги, а значит, нужно брать подороже. С другой стороны, за слишком большую цену она может отказаться. Тогда нужно определить минимальную цену, просто чтобы мне самому не обидно было за те усилия, которые я потратил на его создание. Я решил, что назначу минимальную цену. Вроде бы решил, но чувствую что-то не то. Думаю, в чём же дело? Я как бы созерцаю эту ситуацию и вижу, что какую бы цену я не поставил, отношения с моей знакомой будут испорчены. Потому что вообще, когда знакомым людям что-то продаёшь, есть в этом что-то неправильное. И из-за этих сомнений я довольно долго тянулся ответом, и вот когда я в очередной раз размышлял над этой проблемой, у меня возникла такая мысль. Если моя знакомая откажется покупать за предложенную цену, то и сайт пропадёт, так как мне он уже не нужен, и отношения уже будут подпорчены из-за денег. Если же она согласится его купить, то отношения тоже будут подпорчены, а та сумма, которую я получу, не такая уж и большая, чтобы как-то это оправдать и компенсировать. То есть, как ни крути, ситуация проигрышная, не ведёт к благу. И итог этой мысли был такой. Наилучшим вариантом, чтобы и сайт не пропал, и отношения сохранить, будет просто отдать его, так как им он нужнее, чем мне. И когда я представил, что просто отдаю им свой сайт даром, то почувствовал такое облегчение и радость, каких уже давно не чувствовал. После этого я сообщил о своём решении моей знакомой, и потом ещё, наверное, неделю ходил, радуясь тому, как же хорошо всё сложилось. И на этом примере мы видим, что совесть и интуиция могут работать как бы в связке. Совесть показывает, что если я поступлю так, как задумал, это будет плохо, а интуиция показывает, как именно нужно поступить, чтобы решение однозначно вело к благу. При этом очень важно понимать следующее. Какие-то наши убеждения могут мешать нам услышать или принять то, что говорит нам наша совесть или наша интуиция. Один философ мне рассказывал, что издал свою книгу у своего знакомого бизнесмена. И когда попросил у него несколько авторских экземпляров, то тот сначала согласился, а потом сказал, «Ты знаешь, я всё-таки коммерсант, поэтому давай я тебе продам их за такую-то минимальную цену». Так что вполне возможно, что люди с такими жёсткими принципами не смогут услышать голос своей интуиции или совести, если она им подскажет отдать что-нибудь даром. Поэтому давайте формировать в себе правильное мировоззрение, придерживаться правильных принципов и слушать свою совесть и интуицию.